Доброе утро! Особый кишечный грипп, про который слышали практически все. На самом деле ротовирусная инфекция. Ею болеют как взрослые, так и дети. И проявляется она такими симптомами, как диарея, тошнота и болью внутри живота. А вокруг этой ротовирусной инфекции появилось немало мифов, о которых сегодня расскажем в нашей программе. Про мифы о ротовирусной инфекции нам сегодня расскажет врач-инфекционист Анисимова Наталья. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня давайте поговорим про мифы о ротовирусной инфекции и, может быть, некоторые из них развеем. И первый миф, а, возможно, и правдивый миф, гласит нам о том, что ротовирусная инфекция называется так, потому что ею мы можем заболеть через рот и грязные руки. Ну и протекает она диареей и тошнотой. Вот это правда или нет? Ротовирусная инфекция именно так и протекает. Но я хочу отметить, что ротовирус поражает слизистую полость носа, полость рта и клетки кишечника. Поэтому в клинике присутствуют катаральные симптомы, как при обычной вирусной инфекции, и в то же время диарея, часто жидкий стул водянистый, что очень чревато для маленьких детей, потому что в основном из большой процентов, ну, небольшой, 90%, скажем так, заболевших, это дети, дети до двух лет жизни. Ротовирус, он очень заразен, на самом деле, в отличие от других острых кишечных инфекциях, то есть передается он через рот, действительно, мы об этом сейчас поговорим, фекально-оральный путь передачи. Источником инфекции является больной человек и загрязненные предметы. Выделяют также водный путь передач через воду и пищевой путь передачи. Все это есть, воздушно-капельный также, то есть как обычной вирусной инфекцией. Как не заразиться? К сожалению, он достаточно заразен, и этот вирус может сохраняться даже при использовании обычного мыла или некоторых дезинфицирующих средств, и при низкой влажности он сохраняется длительно. Вот до такой степени он устойчив. И следующий миф, а возможно и правда, это то, что если мы уже переболели ротовирусной инфекцией, то после нее мы можем не заразиться, потому что у нас выработался иммунитет. Это так или нет? Ротовирусы содержат большое разнообразие сиротипов. То есть если человек переболел ротовирусной инфекцией одного сиротипа, это еще не значит, что он не может заболеть ротовирусной инфекцией другого сиротипа. Поэтому мы можем болеть ротовирусной инфекцией ни один, ни два и более раз. Прививки назначаются только тогда, когда есть какая-то эпидемиологическая ситуация. Вот с ротовирусом такая же история или нет, или можно не прививаться? В настоящее время в Российской Федерации ротовирусная вакцина не внесена в национальный календарь прививок. И решение вопроса о проведении вакцинации при ротовирусной инфекции возложено на региональные власти. То есть, если у нас есть эпидемическая ситуация, региональные власти, естественно, отслеживают эту ситуацию и говорят, да, надо прививаться. И тогда уже в очаг прививаем контактных, те, кто не заболел, потому что в острый период, естественно, прививки делать нельзя. Некоторые мамочки уверены, что ребенка и так в первые полгода жизни очень часто прививают, а тут еще прививка от ротовирусной инфекции. Может быть, ее не стоит делать? В настоящее время в 69 странах мира уже в национальный календарь прививок внесена ротовирусная инфекция, вакцина против ротовирусной инфекции. И это способствует тому, что снижается риск возникновения тяжелых форм заболевания, снижается вообще заболеваемость ротовирусной инфекции и снижается летальность, то есть смертность детей, маленьких детей от ротовирусной инфекции. И это немаловажный фактор, я считаю. Ну, вводится вакцина, это оральная вакцина, то есть это капельки, которые вводятся ребенку, желательно вводить до пика инфицированности, то есть профилактически это до 6-12 месяцев. Вводится она вместе с другими прививками, которые входят в национальный календарь, в 2, в 3 и в 4,5 месяца. Если мы подозреваем у себя ротовирусную инфекцию, то мы можем сдать какие-то анализы и проверить, это ротовирусная инфекция или какой-то другой вирус у нас? Ну, естественно. Если мы думаем, что у человека ротовирусная инфекция, мы обязаны сдать элементарные анализы, это анализ кала. Анализ кала методом ПЦР на обнаружение непосредственно самого вируса или на обнаружение антигена ротовируса. Некоторые врачи советуют после того, как мы переболели ротовирусной инфекцией, включить в свой рацион кисломолочные продукты и пробиотики. Это нужно или не важно? Пробиотики, пребиотики, синбиотики – это те же самые биопрепараты. Кисломолочные продукты тоже, в принципе, неплохо. Как и при любой другой кишечной инфекции, мы назначаем не сразу кисломолочные продукты, а на третий день от начала заболевания при любой кишечной инфекции, потому что это необходимо для кишечной микрофлоры. И самый главный вопрос, как лечить ротовирусную инфекцию. Некоторые советуют противовирусными препаратами, а некоторые советуют антибиотиками. Что скажете вы? Сейчас нет противовирусных препаратов, которые непосредственно действуют на ротовирусы. Мы можем предположить, что ротовирусная инфекция, и это бывает при снижении иммунитета, поэтому мы можем добавить какие-то иммуномодуляторы, такие, как, например, тот же самый анаферон, это все-таки больше не противовирусные, а иммуномодулирующие средства. Мы можем добавить, но это не значит, что и в рекомендациях нет этих препаратов по лечению ротовирусной инфекцией. Насчет антибиотиков, да. В моей практике встречались дети, которые были с тяжелыми формами, и к вирусной инфекции присонялась бактериальная инфекция. И тогда у этих детей были гемоколиты, то есть кровь в стуле, и течение ухудшалось, безусловно. Вот тогда, если мы подтверждаем, что это бактериальная инфекция плюс вирусная, мы назначаем антибактериальную терапию. Огромное вам спасибо, рада помочь. Сегодня мы поговорили про несколько мифов о ротовирусной инфекции. Если вы заметили за собой какие-то симптомы, то незамедлительно обратитесь к врачу. А также берегите себя и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!